Детали для военной техники и другой выпускаемой продукции на этом оборонном предприятии производят, в том числе на станках собственной сборки. Они ни в чем не уступают зарубежным аналогам и по стоимости дешевле. Но пока лишь 20% составляющих деталей и узлов в этих станках отечественного производства, остальные 80% – импортные. В планах завода довести этот показатель до 50%, рассказывает Алексей Дюмин, руководитель предприятия. Но чтобы говорить о возрождении станкостроения в России, нужна господдержка. Пока ее нет. Во всем мире построена кооперация очень просто. Есть специализированные заводы, которые выпускают шпиндельную группу, есть специализированные заводы, которые выпускают систему ЧПУ, есть специализированные заводы, которые выпускают привода и так далее и тому подобное. А предприятия, которые выпускают оборудование, они уже у этих специализированных заводов закупают эти узлы и приспосабливают их в свои станки. У нас этого, к сожалению, нет. Алексей Дюмин соглашается. Вопрос важный. Современные образцы вооружения производятся на новом оборудовании. В условиях санкций страна должна меньше зависеть от импорта, в том числе и в станкостроении. Я постараюсь на каких-то таких тематических мероприятиях донести до состоящего руководства, еще раз предельщий Минпродуктор, висепремьера Рогозина, потому что эта программа еще очень важна по импортозамещению. Артиллерийское вооружение для морского флота, автоматические пушки для бронемашин, самолетов, систем ПВО – это далеко не весь список военной техники, которую выпускают на Тульском оборонном предприятии. Но параллельно здесь работают над созданием новой продукции гражданского назначения. Уже освоен выпуск нефтегазового оборудования, генераторных установок и даже аппаратов МРТ. Перепрофилировать свои производства необходимо всем оборонным предприятиям региона, отмечает Алексей Дюмин. Экономическая и политическая обстановка в стране меняется. Пик гособоронзаказа придется на 2017 год. Чем будут заниматься предприятия дальше, думать нужно уже сейчас. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, их насыщенность на территории Тульской области, как ни печально, но столкнется к тому, что нам надо будет первоформатироваться и налаживать выпуск продукции гражданского назначения. Все мы к этому должны быть готовы и морально, и физически, и технически в первую очередь. И хотя военная продукция этого оборонного предприятия востребована, ее покупают и за рубежом. Здесь планируют довести долю гражданской продукции до 50% уже в ближайшем будущем. Это значит завод без работы не останется. Работники будут получать зарплату, а областной бюджет пополняться налогами. Со своей стороны в решении поставленных задач региональные власти обещают промышленникам необходимую поддержку.